Привет, меня зовут Элина, я мама 10-месячного малыша Коли, и я всегда хотела открыть свою сеть пекарен. Меня зовут Аня, я мама в декрете, а это мой младший сын Егор. Я очень хотела бы свою школу. Меня зовут Даша, у меня есть маленький сын, а теперь еще и небольшое гостинство для детей. Дарья Черникова, мама-предприниматель. По образованию конструктор швейных изделий. Открыла самую большую в Омске детскую игровую комнату. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Я, честно признаюсь, не задумывалась о том, что получится это, не получится, как это будет. Было очень много проблем. Тут, наверное, главное просто руки не опускать. И какая-то такая цель, к которой идешь, и все. Я не знаю, как это должно быть, и, может быть, от этого мне частично легче. Потому что я просто иду тем путем, который мне кажется аналогичен. Не забудем, да, про какую-то женскую интуицию, которая подсказывает, какие моменты, где лучше, как оно должно быть. Не могу это объяснить, но вот есть и все. У меня есть потребность в том, чтобы делать что-то руками. Я очень это люблю. И частично с этим была выбрана профессия. Конструктор швейных изделий пошла на предприятие. Я отработала 4 года. И, знаете, пришел момент изочарования. Ну, не то. Оно не цепляет. Я устаю. Это было настолько печально грустно для моего сознания, что я ничего нового-то не делаю. Я делаю одно и то же изо дня в день. И это было безумно сложно. Потом, слава богу, случился декрет. За тот период, пока она сидела дома, какие-то там движения в плане какого-то там начинания чего-то свое. То есть делала моксы, шапки. И, ну, то есть пыталась как-то себя реализовать, шила одежду. И все это вот начиналось и заканчивалось довольно-таки быстро. Но здесь получилось немножко иначе. То есть здесь она как загорелась, и все как пошло. Ребенок много что решил в моих каких-то приоритетах. Я до трех лет с ним сидела. И вот он-то как раз меня и научил тому, что надо заниматься тем, что ты хочешь. Подходила мне с какой-то идеей, что что-то хочется свое. И в какой-то момент я сдался, наверное. Мне всегда хотелось и хочется создавать что-то. И я считаю, что все-таки дети – это те маленькие человечки, которые требуют особого отношения. Наша задача завелась научить их тому, как можно воспринимать в жизни вещи. Это намного глобальнее, вот это понятие того, как ребенок должен играть. Это же не просто он играет, это понят фантазии. Это то, как развивается мышление. Это то, как он сможет в каких-то ситуациях себя вести. Как он сможет взаимодействовать со своими следственниками. И почему это не может проходить в комфортных условиях. Я знала, что это должно быть большое пространство обязательно. То есть я ничего мёккого даже не смотрела по площади. На уровне интуиции это все было. Почему большое, я не понимала, но мне надо было. То есть, ну, как-то это, знаете, вот настолько мужа огорошило, что он так, ну, ты мне побольше фактов. Если ты что-то затеяла, давай как-то это обсуждать. Рынок все равно в Бомбке, он насыщен в плане детских комнат. И реализовать что-то такое необычное и нестандартное, на это нужны деньги. Надо было посчитать, сколько их надо. Мы обсуждали это около 8-9 месяцев. То есть я очень настойчива, поэтапно, когда у него хорошее настроение. Я же тоже, ну, стратег, да, ещё тот. Вообще, изначально нужно бизнес развивать, начинать от маркетинга. То есть от того, кому этот продукт нужен. Главное, производить это вообще неправильная стратегия. Потому что ты можешь потратить очень много денег, и выяснится, что как бы этот продукт либо как тот неуловимый джо, он никому не нужен, либо рынок им перенасыщен, как бы, и если бы ты просто учитывал пожелания, ну, условно, там, не покупал линию по производству шампуней в пластмассовых банках, в бутылках, как бы, а выяснилось, что, оказывается, рынку требуется там мягкая упаковка, финпак, и просто купил линию по производству финпаков, ты стал бы лидером. Вот, поэтому в любом случае изначально нужно отталкиваться от маркетинга. То есть исследование, кто моя целевая аудитория, где эти люди прячутся, чего они хотят. Когда мы говорим о стратегии, это, безусловно, бюджет какой-то, да, то есть мы говорим о том, что нам необходимы там производственные какие-то мощности, нам необходим персонал им, необходима заработная плата, какая-то форма и так далее, то есть это какие-то наши финансовые задраты. Так вот, маркинговая стратегия, она должна входить и в бизнес-план в том числе, потому что выясняется на выходе, что, вот, например, я произвела печеньку, она у меня стоимостью там 3 рубля, да, я продаю ее за 6 рублей, эту печеньку, но на выходе выяснится, что я пошла в сеть, То есть мне кажется, нужно платить, например, за вход в сеть, мне необходимы какие-то акции для закупщиков, мне необходимы какие-то акции для конечного потребителя, и мне на маркетинг нужно потратить еще плюсом 3 рубля. То есть 3 рубля на производство печеньки, плюсом еще 3 рубля на то, чтобы продвинуть эту печеньку, а я ее продаю за 6 рублей. То есть я, слава тебе, Господи, в ноль, тем более там малый бизнес, он никому не нужен, и самая сложная история – это вообще, в принципе, заявить о себе рынку и наработать себе какую-то клиентскую базу. Поэтому маркетинг нужно обязательно, изначально закладывать в свой финансовый план. У меня родителей своих уже нету, да, то, что касаемо родителей, мы уже, ну, как будто, зная меня, особо ничего такого не сказали, потому что меня было сложно остановить. Если слушать людей, то тогда не стоит ничего делать. Без точных расчетов всегда надо с опасением относиться к таким мероприятиям. Мы смотрели вместе вот это помещение, изначально думали, что будет немножко меньше, потому что все это упирается ни одно во что. Вот, все эти расходы и силы. Тут вопрос стоял только в том, что хватит мне сил и денег, вот только в этом. Счетчик пошел работать, она реально была очень огромная, она была, ну, это просто голые стены без какого-либо ремонта. Нолики только успевали меняться. Я вам признаюсь честно, он до середины пути моего вот здесь по ремонту, он очень скептически относился. Хотелось бы увидеть бизнес-план и как это осуществимо именно в затратах, и потом, когда получится получить первую там прибыль или вообще оправданная, все эти затраты будут или нет. На данный момент мы отработали уже почти полных три месяца. В ЭДИ есть пять основных зон, которые я могу выделить. Это большой зал, где все гости собираются при входе. Есть зал для праздного дня рождения, есть так называемый лес, море и космос. ЭДИ это расшифровывается очень просто, это детям интересно. Вот это так кажется, что 380, это много, да, то есть на чистой клее тут больше 300 квадратов все-таки. Тут не было ничего, даже света, то есть тут, в принципе, одни голые стены, которые даже не будут покрыты шпаклевкой. Мы сделали тут все, шпаклевали стены мы и красили все-все-все. Даша, я, мой муж, там еще у нас Сергей был. И где-то на подхвате иногда у нас был какой-нибудь человек. Все. Ремонт шел 3,5 месяца. С Нового года до 1 апреля у меня не было ни одного выходного. Не обращаю по ребенку, я рано вставала, приходила сюда, либо, ну, бывало, 5 лет я могла встать и прийти, то есть потому что надо, ну, как бы, я не гони чего там, не хочу, не хочу. Ну, нету такого слова, когда делаешь что-то свое. Надо, идешь, все. Оно даже какое-то время было успокоительное. Это нужно было делать как можно быстрее, затягивать это нельзя было. Потому что чем дольше слиться с ним, оно запал, то этот пропадает. Когда прошло 3 месяца с вот этого года, я поняла, да, что все в пределах. Когда я не могла встать с дивана, потому что мне кружится голова, я ложусь, я понимаю, что настолько тело кайфует от того, что оно просто лежит и не шевелится. Я не могу передать. Это было очень странное ощущение. И тут я поняла, что все, нельзя над собой издеваться. Она уже несколько раз порвалась сдаться, но уже здесь было додано ей объяснение, что сдаваться уже поздно. Пути назад нет, придется открывать. Ты начала делать, так что давай доделывать до конца. Уже большая часть пути пройдена. Осталось, на самом деле, немного, и ты уже откроешь то, что ты хотела. На тот момент я настолько уже, можно сказать, устала, что мне надо было открыть свои двери, потому что это была цель. У меня был небольшой стартовый капитал, который мне достался от родителей. Это мое наследство, которое я решила им распорядиться так. Ни капельки ни жены, я очень благодарна им, что с помощью этого наследства мне получилось взять его платить. С открытия первой недели был ошеломительный для меня какой-то спрос на то, что это за площадка. Люди хотели прийти, писали какие-то сообщения. То есть, постоянно шла взаимосвязь. Я этого не ожидала, честно. Дети меня многому научили. Тут я вместе с ними начала познавать эту площадку. И моим удивлением было то, что я в каких-то моментах более чем даже угадала. Например, песочница – это то, где я попала. Потому что моя подача была в том, чтобы дать детям возможность сенсорного восприятия поверхности. Поэтому здесь много дерева. Здесь много каких-то элементов в виде искусственной травы. И песок, из-за которого я очень сильно его долго искала, его мне везли из другого города. То есть, это, кажется, банальный песок. Его не так легко было достать. И тут я действительно угадала, потому что для детей это совершенно другая вселенная. Нет никаких батутов, нет никаких пластиковых игрушек. Они не хотят подходить, потому что дети могут занять себя сами. Большая корректировка, которую мне надо внести. Мне надо отказаться от мелких игрушек, которые совершенно не несут ребенку. Такого прям глобального опыта в познавании окружающих. Потому что почти у каждого дома в семье все завалено ими. Мне сейчас надо их постепенно отсюда извлечь. Но прежде чем это сделать, наполнить его более другими материалами для того, чтобы ребенок мог свободно поиграть. Была команда, которую я поддерживала. Просто говорит, ты мне поможешь. Я сразу согласилась, потому что я не знала, что будет. За что я очень благодарна, потому что тоже не думаю окунулись в это все. Это, ну, знаете, такой геройизм своеобразный. Все рождалось по ходу из головы, на эмоциях, во сне. Что-то видела даже, как это должно быть. Самое страшное было, когда моральных ресурсов не хватало. Когда казалось, что пришел в угол. И не чувствуешь сил для того, чтобы двигать. А за мной, грубо говоря, были свидетельные. Да, вот Света с Димой, которые непосредственно мне помогали. Я понимала, что я морально не могу сдуться. Это вот было самое сложное, конкретно не отчаиваться, дать и искать какие-то выходы. Ну, неважно, что там, гвоздей не хватает, либо там еще были что-то глобальное, там, не знаю, поставка чего-то задерживается. Она основывалась на том опыте, который был релизован в других городах. По крупицам собирала, то есть там, в Казани, да, там есть в Уфе, в Санкт-Петербурге. Подсматривала, вдохновлялась и безумно вот этот опыт мне помог свое видение скорректировать, чтобы понять, что не надо по протоптанной дорожке идти, надо все-таки создавать что-то, нечто другое. У меня была сумма денег максимально, которую я представляла, да, и где-то в середине пути я уже приблизительно понимала, что да, ее должно хватить. В конце пути пришлось подужаться. Каждый раз возникал вопрос, мне нужно еще денег, мне нужно еще денег. Я считаю, что человек должен быть профессиональным управленцем, то есть он должен понимать, а кто профессионал, а кто нет. То есть он должен хотя бы немного погрузиться вот в эту область. Маркетинг – это же тоже такая интересная история. Там очень много специалистов, там есть аналитики, там есть дизайнеры, там есть таргетологи, СММщики-то разные, там есть копирайтеры, там есть трейд-маркетологи, там много кто есть. Поэтому не нужно совсем досконально становиться специалистом во всех областях. Но понять, что такое маркетинг и понять, как ты будешь простраивать свою собственную стратегию, это просто жизненно необходимо любому профессиональному управленцу, если он хочет, чтобы в бизнесе жил. А дальше можно нанимать таргетолога, даже нужно, не нужно самому этим заниматься. Он должен понимать, за что ты платишь. То есть ты должен понимать, что необходимо твоему бизнесу. В каких-то бизнесах тебе вообще не нужно интернет-продвижение вообще даром. Это как раз то, что мы говорили на B2B рынке. Там вообще не нужно на B2B никакого продвижения в каких-то сетях, никакой рекламы. Это вообще не надо. Это включается в самую последнюю очередь. Но ты хотя бы должен понимать, где какие инструменты включать. То есть что такое маркетинговая стратегия? Это планируемые затраты. Ты просто должен расписать, куда ты планируешь деньги-то потратить. Ну условно, такому-то клиенту я собираюсь только-то дать, такому-то клиенту я вот такую-то акцию буду делать. Расписать это в каком-то календаре, ну условно, там в табличке Excel. Ну и, соответственно, отношение затрат, маркетинг, выручки – это тот процент на маркетинг, который ты планируешь потратить. Потом эти цифры переносятся, затрат и возможных выручек в бизнес-план, и закладываются туда затраты еще на производство, на заработные платы и прочие-прочие-прочие вещи. Ну и, собственно говоря, от этого рождается ваш бизнес-план, либо какой-то управленческий учет. Честно, не было просчетов, нету, и не знаю, как это должно быть. Вот как хотите воспринимать, глупость, не глупость, но у меня нету представлений, как должно быть. Я к чему хочу? Хочу ее подвести, чтобы появились все расходы, которые были понесены, да, там, на момент открытия площадки, ну и на момент сейчас существующего. Есть куча чеков, да, которые необходимо внести. И когда вот они внесутся, когда вот эта табличка появится, тогда уже появится следующее направление, такой какой-то бизнес-план. Опыта не было, и я в этом совершенно и по сей моменту ничего не понимаю, признаюсь честно. То есть это, грубо говоря, каждый день что-то новое. Главное впечатление как раз-таки по поводу того, что люди не будут ходить, потому что основная локация всех детских комнат – это торговый центр, когда родители приходят, кидают туда свое чадо и уходят. Здесь, получается, центр города, никаких рядом торговых центров нет, и вот это, именно вот это как раз-таки пугало. У меня есть задумка сделать что-то типа костюмерное, то есть позволить детям перевоплощаться, научиться из какого-то пледа, там, что-то смастерить и перевоплотиться. Это же игра, это же позволит ребенку себя воспринимать по-другому. Мне казалось, я очень долго буду доносить о том, что такое свободная игра. Когда разговариваешь с родителями, когда они заходят и говорят, что у вас так пусто, я говорю, соните свое детство, а как вы придумывали себе игру? Из того, что есть, а не из того, что купили вам готовую игрушку с какими-то функциями определенными. Маленького предложения, маленького какого-то монолога достаточно, чтобы родители включались в то, что, ну, действительно, игра же не такая, она не состоит из того, что вот данный паровозик и кота его, она состоит из того, что этот паровозик можно самому придумать. Я очень рада, что родители в это включаются, что они прислушиваются к тому, что наши дети, они должны тоже получить вот этот вот опыт свободной игры. Хватит уже заселять их комнаты, их ум готовыми решениями. Ну, надо ждать простора. Для меня это колоссальное открытие, но родители готовы, им просто надо в этом помочь. Надо запускать эту площадку как именно развивающий центр. Я познакомилась с девушкой, да, и она предлагает, у нее есть свои идеи, свои задумки по тому, как можно организовать досуг детей. Мы вот сделали космическое мероприятие с познавательным таким акцентом, и это пришло на ура. Мы не просто задели игру, мы ее сделали немного театрализованной. Перед упрощением пространства выходим на тот уровень, когда можно досуг ребенка сделать и познавательно интересным. Мыслей было очень много, вот, что, как здесь мастер-классы проводить для детей, вот, какие-то театрализованные представления, конечно, ну и, конечно, дни рождения. Одной из вариаций, чем я хочу заняться, это организовать именно свободные игры с родителями. Под присмотром, грубо говоря, актера, да, ведущего, будут происходить какие-то безумства. Кажется, безумство изнутри, это, допустим, перевоплощение в царень. Почему нет? Это же важно, это интересно. Дарья, может быть, она где-то вот именно творческий человек. Меня больше интересует все-таки финансовый вопрос. До сих пор, да, это место еще не окупает себе. Сейчас самое основное, что мне помогает, в принципе, находить новых клиентов, это свое фанное отдел. Уровень сервиса для меня это важно. И каждые первые праздники, дни рождения, которые проходили, они проходили на таком уровне, чтобы я могла получить обратную реакцию от тех, кто пришел на этот праздник, и себя совершенствовать, если я в чем-то была неправа. Поэтому люди чистосердечно делились тем, что вот есть такая площадка, и приходить сейчас. Фанное радио дает своды того, что мне звонят и прямо говорят, нам порекомендовали, то есть, пожалуйста, расскажите. Дальше еще больше будет, еще интереснее начнется работа, дать людям что-то новое, то есть, ну, это на шаг вперед вступить и как бы продвинуться. Вот это я смогу, но не без помощи того, что придется выложить еще кучу сил. День рождения – это неотъемная часть. Я понимала, что именно они будут всегда, и я частично на них была, конечно же, ориентирована, в силу того, что мы сделали для этого определенное место, где мне, как маме, допустим, было бы очень комфортно отпраздновать своему ребенку день рождения. Я просто доверилась хорошему агентству. У меня площадка, у них анимация, и поэтому мы делаем красивые праздники. Мы думаем насчет реквизита, мы думаем насчет сценария, мы думаем, как это воплотить. Мы ищем как раз-таки тех самых аниматоров, тех актеров, которые смогут хорошо свадить с детьми. Это очень сложная работа. Она старается делиться, она рассказывает, что будет, например, в той или иной программе, и она, например, хочет поставить определенную сумму. Здесь мы начинаем как раз-таки разбирать эту всю программу по цифрам, сколько что стоит, и я пытаюсь ее подвести к тому, что невозможно работать и зарабатывать, когда ты зарабатываешь ноль или минус, когда ты, получается, волонтер. Надо все-таки действовать со стороны, с точки зрения бизнеса, предлагать хороший продукт, который стоит денег. Я люблю, когда есть хороший сервис, поэтому я предлагаю не просто отметить день рождения ребенка, когда мама в мыле прибегает, пытается накрыть на стол, что-то там сориентироваться и не получить никакого кайфа от этого дня. Я немножко облегчаю задачу, я помогаю накрыть стол. Это место, где могут легкие отдохнуть, и что стало очень актуальным, не просто деток приводят отметить день рождения, это бывают семейные дни рождения. И вот это вот, да, было изначально в моей голове, и я это воплотила, и этому следую. То есть хороший сервис – это вот основное, на что я делаю акцент. Я прям зацикливаюсь на каких-то деталях. Если это вот день рождения в стиле, да, не состояние чудеса, значит, это должно быть настоящее чайпитие. Мы же можем поставить им настоящую посуду, это будет намного интереснее. Накрыть настоящий стол мне позволяет пространство это сделать. Любое мероприятие детям не надо делать искусственным, оно должно быть максимально реалистичным. Вот это тот вектор, к которому я сейчас смотрю, к которому я придерживаюсь. Определенно такую занять нишу и показать, как вообще можно сделать вот действительно красивый праздник, запоминающийся. Сейчас я наконец-то могу немножко выдохнуть и позволить себе отдохнуть, потому что я поняла, что если я буду в таком же загнанном цикле и продолжать, я ничего не сделаю. Сейчас она себе позволяет дождать выходной на неделе, ну там один, она очень много сейчас начала наконец-то проводить время со своим уже ребенком, а не с чужими детьми. Конечно, его тянет сюда, ему хочется, ему здесь весело, да, и особенно если какой-то праздник идет, вот, конечно, ему вот прям надо. Я не хочу, это работа. Как ни крюти, мне надо, ну, извне где-то чем-то подпитываться. Потом мы с ним либо гуляем, либо какие-то дела делаем, куда-то там сходить надо, да, постоянно находятся занятия, либо просто идем домой, потому что и дома тоже всегда есть чем заняться. Я в итоге к этому пришла. Не пренебрегайте этим временем, оно должно быть семейное. Мне не хватало маминого внимания, ну, это даже часть такой вины моей перед ним. Когда было слишком много отданной работе, поэтому сейчас, если это будет большая глобальная цель, то на какой-то промежуток времени, да, возможно, я опять поступлюсь вот этими такими семейными вечерами. Ну, опять же, может быть, и не придется, может, я смогу это как-то по-другому выкрутить. Посмотрим. Как только ты понимаешь, что ты проседаешь, ты должен нанимать себе маркетолога. То есть ты должен скинуть на него всю текучку, как бы, ну, условно, у нас есть с тобой стратегия, она разработанная, то есть вот в этот момент у нас будет проходить вот такая акция, вот в этот момент вот такая акция, вот в этот момент вот другая акция, а вот эту акцию будет у нас транслировать не маркетолог, а торговый представитель какой-нибудь или менеджер по продажам. Все, вы занимаетесь текучкой, то есть вы просто эту акцию запускаете и подключаете все необходимые каналы, которые необходимы для того, чтобы эта акция сработала, как бы, а я сижу на контроле в данной ситуации. Профессиональный собственник, это в любом случае стратег, он дает задания, и он контролирует их выполнение. Опять же, смотря какая бизнес-модель, что вы хотите, собственно говоря. Где-то можно постепенно, где-то можно изначально нанимать таргетолога, например, или там СММщика, который будет продвигать, например, вашу компанию в тех же социальных сетях, там, и контролирует, то есть если вам просто понекогда этим заниматься, это, кстати, не так уж и дорого стоит. Можно, конечно, самому погрузиться в Инстаграме, как бы попытаться настроить какую-то рекламу, если, опять же, у вас для этого позволяет время. То есть, понимаете, тут ресурсы, как бы, либо время, либо деньги. Чем вы больше владеете, как бы деньгами, либо временем, как бы, ну вот, как-то играйте этими инструментами. Сейчас отдых и работа – это неотъемлемо, это чередуется. Я, ну, как бы, делаю себе приятности, да, потому что я совершила большое какое-то такое глобальное событие, ну, в виде этого ремонта, и поэтому сейчас постепенно все-таки чувствовать себя человеком. Сейчас есть уже администратор, да, который может, который держит площадку там под контролем. Появляются новые задумки, как реализовать. Я сделала то, где мне хочется быть ежедневной, хочется в это вкладывать. Я вижу в этом какой-то путь дальнейший, да, я знаю, что из этого может получиться. Вера в этот проект, она есть. Помимо веры, нужно закреплять это все финансовыми показателями. Я именно тот человек, который любит цифры, желательно цифры в табличечке. И желательно, чтобы они были положительные. Это же не только мое дело, это семейное дело. Его это тоже касается. Пусть он каждодневно здесь не находится. Поэтому он и по сей момент в это верит, и в каких-то моментах меня одергивает. Ты неправильно себя ведешь. Она пытается уже в это все как раз таки вникать и прислушиваться ко мне. Таблички нет до сих пор. Хотелось бы, чтобы это появилось быстрее, но всему свое время, видимо. Такой объект не может быть зря. Это вот сделалось, для того, чтобы быть актуальными здесь и сейчас. Надеюсь, что это будет не единственное место, что возможно даже франшизу допустим. Ну, это хороший план на будущее. Когда он увидел очаратание и понял, что здесь что-то более глобальное, как второе дыхание было, я наконец-то поняла, что я не ошиблась. Открытие вот этого общего дела и позволило нам на каком-то другом уровне взаимодействовать между собой. Ну, это на порядок выше, чем нежно просто семья, потому что тут уже завязано очень-очень много всего. Точно все было не зря, я вам это могу сказать, потому что я получаю моральное удовлетворение от того, что было, происходит и будет происходить. Кажется, это безумие, но с другой стороны, можно прожить так и ни разу не побезумствовать и ничего не получить в этой жизни. Поэтому мой ход был взять и сделать. Редактор субтитров А.Семкин